На свете нет ни одного врача, который бы не знал имя великого Зигмунда Фрейда, которому сегодня бы исполнилось 159 лет. Отец психоанализа подтолкнул женщин к равноправию, разгадал тайну человеческого сна и первым подобрал ключ к подсознанию человека. О том, как есть тихого ребенка и неудачного студента, вырос гениальный ученый Наталья Жукова. Ноги скрещены, руки соединены в замок. Для кого-то это просто поза, а для последователей Зигмунда Фрейда информация о человеке. Ведь именно через жесты, позу и мимику люди с головой выдают свое бессознательное. То есть свои чувства, переживания, которым человек не отдает отчет. Они, по мнению Фрейда, руководят нашей жизнью. Я такой пример приведу. У кого-то назначена встреча, да, и вдруг один из участников этой встречи, он просто теряет эту информацию, он у него вылетает из головы, он абсолютно о ней забывает. Это не случайно. Это одна из форм психологических защит, потому что эта встреча вызывает у него какие-то тревожные переживания. А раз так, то бессознательно позаботилась о человеке, стерла информацию, чтобы он избежал ситуации тревоги. Правда, проблему-то это не решает, и страх никуда не исчезает. Лежит себе в глубинах памяти и может проявиться в самый неожиданный момент. Например, приходит подчиненная к руководителю, и вместо обращения Павел Петрович невольно говорит «папа». Это, как замечают психологи, и есть оговорочка по Фрейду. Потому что начальник для нее более старший по возрасту, да, обладающий властью, и в том числе над ней в рамках вот этого делового взаимоотношения, может быть, не только, он является отцовской фигурой по сути своей. И она это на бессознательном уровне чувствует именно так, она воспринимает его как отцовскую фигуру, но на уровне сознания это не присутствует. Относиться к руководителю такая сотрудница будет, как в свое время к отцу. Если боялась его, то и от начальника будет ждать наказание, а в другом случае – поддержки и похвалы. Кстати, Фрейд психоанализом занимался в основном с женщинами, и его выводы многие считали неприемлемыми. Некоторые коллеги, увидев ученого на улице, даже переходили на другую сторону дороги. Осуждала Фрейда и церковь. Он говорил о том, что истерия – это результат подавленной сексуальности. Из-за того, что в спальнях люди не могут следовать своим инстинктам и желаниям, и подавляют их, следуя каким-то догмам и установкам. И церковь была, конечно, очень возмущена. Ученики Фрейда, такие как Юнг, Адлер и Райх, продолжили изучать подсознательное. И хотя внесли немало своих наработок, основа психоанализа живая сегодня. Наталья Жукова, Евгений Проскуряков, Тюменское время.